Мы сейчас приветствуемся, я представляюсь, представляю тебя. Все, подручный огонь, все, супер. Указка, пока я в голосе. Отлично, да, давай, погнали. Шок. Задачу, да, хорошо. Проблем у нас нет. Вас страховать надо, чтобы кто-то вас за хвостик держал и вел. Ну, давай вот эту возьмем. Мы стоим как дураки в этом узком пролете. Так, какой мы тут резали? Вырезал там чисто такой откровенный сушняк. Так, это сейчас у нас пробное было? Это я просто с тобой озвучиваю. А, озвучиваем план эфира, да. Просто интервьюшники так делают. Тут уже продвинутый уровень, ты что? С вами Мария Кордубаева и вы на канале о ландшафтном дизайне. Всем привет, с вами Мария Кордубаева, Алексей Соловьев. Вы на канале, посвященном ландшафтному дизайну. И сегодня мы в коттеджном поселке Миллениум Парк. У нас с вами потрясающая аллея из липа, кубы на штамбе. У нас потрясающая сформированная живая изгородь из ели. Материал посадочный немецкий, если мы говорим о липах. В прошлом году мы липы только санитарили. Мы и формировали. Мы не прорабатывали внутри крона. А вот как прорабатывать правильно крону? Что вообще такое проработка? Чем она отличается от санитарной обрезки? И для чего она просто жизненно необходима? Нам расскажет легендарный Алексей Соловьев. Так, не смущайся, ну что ты. Как давно не снимались. Погнали. Мы рады тебя видеть. Просто ты уже подавился на кадр, это нормально? Нормально, конечно. Погнали. Так, первое. Для чего нам нужна... Давай, 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 давай. Как тебе удобнее. Так, смотрим на эту замечательную липу. Для обывателя все хорошо, много веток. Они растут вверх, ствол у нас внизу. Все прекрасно. Если заглядываем вовнутрь, у нас тут множество пересекающихся внутри кроны веточек, друг друга затеняющих. Много из них сухих. Под структурной такой проработкой внутри кроны мы подразумеваем обрезку сухих веток. Вот такого плана, потому что они в тени находятся, они тут высыхают. То есть мы их... Первое, что делаем, это вырезаем все сухое. Это вот у нас такая начинается санитарная такая проработка. Вы это делали в предыдущем сезоне. Либо такое растение, оно каждый год отсушивает по чуть-чуть веточек. Почему отсушивает? Вот эта мелочевка просыпается, большие ее затеняют, и оно, естественно, образом отсыхает. Это не болезнь. То есть вот эта ветка живая, но она у нас идет аж с той стороны, и чтобы дерево более равномерно загущалось в сезон, мы эту веточку просто тут вырезаем, потому что тут уже ветки есть. Далее, например, вот эта веточка. Тут у нас вот живая есть. С этой стороны она сюда заполняет пространство, а вот эта, кстати, она уже тоже отсохла, потому что она тут не нужна. Мы ее убираем. Если бы она была живая, я бы все равно убрал, чтобы она не затенял вот эту маленькую. Далее у нас тут идет прям по ступенчикам, как бы по ярусам. Смотри, раз ветка, два ветка. Сюда идет веточка. Сухие как раз вот, что в тени они высыхают. Мы их убираем сразу. Что имеем? Раз ярус, два ярус. А тут у нас два конкурента. Какой из них можно оставить? Вот этот можно, например, оставить, а этот сразу можно вырезать, потому что тут уже есть чем заполнять пространство. Далее, куда у нас смотрит вот эта веточка? Тут вот она четко из центра выходит и заполняет пространство. А вот эта ее затеняет. Значит, эту мы можем полностью убрать. Получается вот эта прям такая вот полочка аккуратненькая. В свою очередь ее затеняет вот эта. И мы ее переводим на внешнюю почку постепенно. и идем так реально по... Внутри кроны мы показываем цвет. Затеняет и идет все от валюты, убираем. Затеняет и убираем. Тут у нас получается золотая. Таким образом, мы делаем самую структурную обрезку, формирующую вот эту проработку кроны. Также, ты вот говоришь, немецкий материал, он прекрасен. Но у них там тысячи растений, как и у наших растений российского производства. Но все тысячи деревьев, кустарников у питомников водов просто физически нет возможности обрезать. Это уже задача как раз на местах садовников или профессиональных компаний по уходу. Тут вот идет мощная ветка. Вот эта. Тут у нас пустота в тени с этой стороны. Эта веточка вот выходит, так видим. Она затеняет эту мощную, эту ветку. Чтобы тут равномерно заполнялась листвой сезон крона, мы начинаем на боковые переводы уводить вот эти нижние мощные стволы, чтобы они не становились отдельным таким деревом внутри дерева. Берем его и убираем вот так вот на боковой. Дальше смотрим. Все равно они тут как-то пересекаются, друг другу мешаются. Мы можем еще сильнее вот так вот убрать. Получается тут самый ярус свободный. Тут веточки молоденькие есть, они зарастут. Тут веточки молоденькие есть, они зарастут. И тут в свою очередь мы перевели ее вот на эту более мощную, которую тут будет заполнять. Ее в свою очередь мы тоже можем перевести. Пусть тут заполняется новыми побегами. Постепенно идем так по всей кроне, уводя максимально ветки в горизонт все. Те, которые идут в тень, вот вовнутрь, тут то, что в сезон, ни клиент, ни садовник, вообще никто это не видит. Все, что идет вовнутрь, можем смело опять же переводить на такие вот внешние почки. То, что мы между кронами, вот такое пространство делаем, между двумя деревьями, это все затянется в течение сезона. То есть сейчас мы освободили, сейчас я уже прям перехожу на следующую. Вот я ее начинаю прорабатывать, переводя на боковые. Кстати, вот ветка идет откуда-то оттуда сверху. Потом со стремянки до нее можно будет дотянуться. Вот получаем вот эти вот ярусы. Вот это у нас такая вот структурная обрезка. Но при этом ты еще будешь стремиться к трапециевидной форме. Да, мы будем стремиться к тому, чтобы в сезон это было кубом. При этом самая важная обрезка, это первое весеннее, как раз когда видно все сухое, все больное, перетертое, и куда, какая ветка идет. Для того, чтобы меньше работать с мелочевкой по внешнему периметру, можно взять мотоножницы, поставить брусок, или какую-то палку, или секатор длинный, и задать будущую форму сбоку. Чтобы вот эту вот каждую веточку, вот так вот ее не прорабатывать, ставим направляющую, выбираем, ну, там, какую-то точку, от которой идем, например, вот, берем по внутренней части бордюра. Сюда упираем палку. Сейчас. Может быть, мы это покажем? Да, мы сейчас это покажем. Давай это сделаем просто. Надо секатор взять. Ну, в данном случае направляющий, это длинный секатор для высотных работ, но он у нас будет вместо бруска. А мне кажется, вот это вот, не хочешь на примере этом показать, как ты будешь эту линию ловить? Здесь, если вы встанете прямо строго напротив кроны, потому что оттуда этот массив сливается, вот выбираем внутреннюю часть бордюра, упираем сюда брусок, это не обязательно должен быть секатор, и обязательно делаем наклон. Обязательно. Вот у нас получается небольшой наклон. Там прям не надо ловить на градусы, на глазок сделали, потому что нижняя часть ветвей у нас открывается после обрезки. То есть, если вот мы прям проходим мотоножницами под такую трапециевидную форму, у нас низ открывается и начинает не отставать от кроны наверху. Потому что верх у нас всегда растет быстрее, у любого растения. И для ускорения, чтобы вот это все не прорабатывать мелочевку, мы берем мотоножницы и просто запиливаем по вот этой направляющей. Аккуратно руки. Этого достаточно или сильнее? Сейчас звука не будет. Да ладно? Забивать будет. Нет, это много, но я вижу направляющую. Ну, собственно, поймали линию. Можно переставлять. Лучше это делать не в одиночку, потому что в каких-то провалах это можно не увидеть. Не в одиночку имеется в виду, что где-то человек на этой линии... Обязательно должен быть второй человек в идеале, чтобы не потерять вот эту линию, потому что там срезать практически нечего, на той кроне, где ты стоишь. Если мы будем идти просто по одной линии, без направляющей, я буду так вот резать, резать, резать. Например, общий массив в глазах будет сливаться, я пытаюсь сюда уйти, отрезать. А в итоге мы уже вырежем где-нибудь тут уже на середине, между уже изгородью низкой и стволом. А мы договорились, что мы будем резать, например, по бордюрчику. Сезон после такой обрезки будет мощный прирост, и уже по которому можно задать практически ровную линию, но все равно с небольшим завалом наверх. Потому что верхушка даже в июне-июле все равно обгонит нижнюю часть. Такая вот стрижка на трапецию позволит нормально развиваться нижним побегом. То есть сейчас вот эту первичную мы обрезку сделали, сейчас я вот эту прорежу всю сторону. сейчас такая черновая обрезка сделана, чтобы ничего не торчало. Леша, вот я вижу просто идеальный экземпляр липы для того, чтобы показать, что здесь просто вот красной тряпкой я вижу, что нужно проработать. Есть. Надо взять лесенку. Давай, возьми лесенку, покажи нам, расскажи. Может быть не изнутри туда залезть, или это не будет видно. Хотя, может быть, отсюда будет как раз видно. В идеале на картинке-то у нас все рисуют дерево идеальная крона, и от нее идут веточки. В природе так не бывает, все растения уникальные, и не будут расти так, как мы им говорим. При этом мы можем их направить, чтобы как раз получились вот эти вот аккуратные ярусы. У нас есть центральный ствол, который когда-то был одним, и появились конкуренты. Когда-то они были такими тоненькими леточками, потом они стали вот такими мощными жирными стволами. Вот их-то мы и будем укорачивать. Вот такие. В первую очередь мы убираем, потому что они затеняют крону, мешают росту остальных веток, и мы их сейчас будем выпиливать. И не только их. То есть вот эту сразу я удалю, а остальные покажу, как будем переводить на боковые. Эту я сейчас выпиливаю не сразу, чтобы можно было вытащить. Когда мы делаем санитарную и одновременно формирующую обрезку с такой глубокой проработкой, мы как раз-таки делаем воздушный, свободный крону внутри. Тут действительно ты хорошую липу выбрала для примера. Ну, слушай, у тебя много работы на этой липе. Я знала, куда тебя привезти. То есть параллельно мы сразу убираем все сухое, которого тут внутри достаточно, и начинаем постепенно выводить на горизонт вот эти вот все ярусы. Вот это я сейчас вот все, что ломаю в сухие ветки, это вообще-то уже мертвые. То есть это все, что как раз в тени было. Когда я сейчас эту липу почищу, тут вообще мало чего останется. То есть это я вот продолжаю резать. Вот это сейчас в первую очередь, то, что я вырезаю, это все мертвые. Та самая санитарка. В общем, сейчас немножко без слов, потому что я одновременно тут не могу комментировать и резать. Леш, вот ты сказал, что здесь... Ты режь, я с тобой просто буду разговаривать. Ты сказал, что для всех этих липа критично, чтобы все-таки оставался центральный ствол, центральный побег. И ты стремишься к тому, чтобы убрать всех конкурентов. Все досконально не получится убрать. Если получится оставить там 2-3... Хотя вот эта вся ветка у нас мертвая. Вот такая вот утрата из-за того, что она была в темноте. Там, где у меня ножовка не пролезает, где уже ветки начинают друг к другу упираться, потому что они у нас не срастаются. Хотя бывает случай, что липа срастается. Там, где не подлазит пила, я прям дорабатываю лезвием, аккуратненько вычищая, чтобы не было таких вот лохматых ран. Аккуратненько спил, я дорабатываю. И он у нас получается такой вот аккуратненький. Возможно, что этот сучок тут отсохнет, но это тут не критично, потому что для липа, для дана это не критично. Дальше, пока я вот оставляю такой тоненький побег, потому что он потенциальный. Вот эта тоненькая веточка, это потенциальная новая ветка, которая выйдет сюда. Как раз поговорим немножко про конкурентов. Вот у нас был когда-то мощный центральный ствол, и образовались вот эти вот побеги-конкуренты. Те самые дополнительные верхушки, которые нам тут не нужны. Вот такие вот ветки-конкуренты я убираю в первую очередь, потому что у нас вот макушка, она есть. Постепенно разбираю, как конструктор, такие места. Дальше, это у нас тоже побег-конкурент. И да, он у нас создает крону, казалось бы. Вот она у нас, огромный кусок. Если мы его отсюда не выпилим, у нас вот этого, от этого центрального ничего не будет расти. Как только мы выпиливаем такие мощные конкуренты, у нас начинают просыпаться вот эти вот мелкие почки, которые везде есть. И отсюда пойдут новые побеги, потому что сюда в сезон пойдет свет. Это я сейчас в горизонт как раз начинаю переводить. Вот эту ветку можно вывести в горизонт. Леш, а спилы как-нибудь будем с тобой обрабатывать? Если дерево здоровое, если в предыдущие сезоны не было замечено каких-то грибных заболеваний, то просто потому что для профилактики лишний раз не надо ничего обрабатывать. Все это накапливается в почве при любой обработке. Это я тут просто убрал сухой. В общем, вот так вот будет все. Вот такие места, они сложные, потому что это тоже побег-конкурент. Вот он мощный, так, собственно, с него и начал. Его тоже лучше сразу, несмотря на то, что тут будет дыра, его лучше сразу убрать. При этом не до конца, а, например, вот до сих. Потому что есть шанс, что из него проснется спящая почка, и ветка пойдет отсюда сюда. То есть пока вот этот сучок я такой оставляю. Страшный, некрасивый он пока остается. Продолжаем разбирать дальше крону. Вот у нас две ветки конкурирующие, параллельные. Надо выбрать какую-то из них одну. Ну, так как тут я уже спил сделал, чтобы не делать большую рану, я выберу, например, пока я вообще оставлю их обе, но при этом вот так вот их переведу, разведу в бока. Тут вот у нас такая вот лапа образовалась. Какую-то надо из них выбрать. Ее можно оставить. А вот эту как раз можно... Тут, в общем, вариаций множества. Нет единого правила, что только эту веточку оставили, только эту веточку убрали. Мы делаем свободный крону, попутно вырезая вот такие вот сломанные сухие ветки. То есть вот они сухие, их множество в кроне. Сейчас дойдем до верхушки. Это вот тоже вот этот мощный побег-конкурент. Чтобы сразу не делать большую рану на дереве, его можно, этот побег, перевести на вот эту боковую ветку. Так. Сейчас я его еще допилю. чтобы поаккуратнее было. Параллельно я иду, удаляю все сухие ветки, которых тут множество. Вот тут какая-то сухая. Вот тут сучок остался. Это уже такие мелочи, их не видно снизу, но мы их убираем. Верхушку я бы срезал, честно говоря, с залежью. В общем, я в нее залезу и покажу уже с кроны, потому что так это вот сбоку, может быть, не видно. Как я убираю. Ну, попутно вот, продолжаю убирать. Сухие, которые находились в тени, они тут по естественным причинам высыхают. То, что в этом сезоне, например, вот эта ветка перетирается с этой, это не критично. Это уже на будущий год. То есть вот так вот постепенно разбираем внутри крону. Эту ветку можно пока оставить, можно убрать. Вот на боковую сейчас уведу. вот этот тоже побег, это у нас конкурент нашей верхушки, поэтому его я где-нибудь вот тут прищипну. Оставлю такой сучок, из которого, может быть, проснутся почки. Не проснуться, допилим в течение лета. Продолжаю дотягиваться все, что вижу по сухим. Которые не потому, что липа больная засыхает, а просто потому, что им темно. Крона уже свободная. Что нам это дает в будущем? Сюда попадает больше света. Тут просыпаются спящие почки, которые находятся глубже. постепенно затягиваются новой мелочевкой, которая в сезон как раз даст вот эту густоту нам необходимую. Так, тут что можно сделать? Тут можно также переводить на боковые. Тут можно вот так вот на боковые переводить. Не важно, что она мелкая. Вот, например, отсох сучок. Перевели его. Что тут у нас еще есть? Как раз сложные вот эти вот веточки. Но эту я сломал. Пока я ее прирежу. Аккуратненько. Эту на боковую переведу. Эту на боковую переведу. То есть у нас вот опять получился такой ярус. Что мы из этих веток оставим в следующем году? Это вот мы увидим по мере нарастания массы. Из-за того, что очень перегущенная крона была из питомника. Не потому, что он плохой, а потому, что они так тщательно не прорабатывают, как мы. Уже конечные пользователи этих деревьев. Как отсыхают достаточно крупные побеги. Вот, например, тут посадка плотная. Вот эта ветка, она вся сухая. То есть вот отсих. Надо проверить, где тут засохло. Вот это все сухое. Прямо руками ломается. Сейчас я посмотрю, насколько она тут отсохла. Вот это вот полностью. Вот такой вот побег. Мы вырезаем. И да, жалко, но он уже высох. Если мы это в первые годы после посадки не сделаем, потом будет выпады еще больше. Вот эта, кстати, тоже ветка. То есть ее тут начали чистить, а она у нас мертвая. Так. Вот такие жирные вот выламываем прям. Так. Она у нас частично живая, поэтому я ее так вот прирежу. Потом там живая. Вот эта вот мертвая. Так. Оставим эту липу помощником и покажем промежуточный вариант, что получается по липам, которые уже режем некоторое время. Вот у нас как раз наглядно показываем, демонстрируем. Видите? Эти липы были в том же самом состоянии, как та, исходная. Их сегодня частично уже проработали. Мы видим с вами, какое количество у нас остатков. И в основном это были вот такие вот мелкие сухие веточки. То есть ничего живого практически не срезалось. Вот эта липа уже у нас прорезана. И, казалось бы, все, о чем я говорю, воздушная, свободная, крона. Все у нас тут свободно. Можно руками размахивать, можно даже вовнутрь залезть. Вроде все сделано. И ярусность есть. И ярусность есть. Но внимательно смотрим. Опять же, вот ствол. Какие-то веточки такие ослабленные. Ну, как ослабленные? Они тут одинокие. А какие-то уже превратились в отдельное дерево. Вот эти ветки надо безжалостно резать. Ты хорошо подумал. Я хорошо подумал, потому что вот у нас тут проснулись в прошлом году новые почки. Так. Вот заложились почки. Так. жирненькие. Они тут начнут нарастать. А тут уже эта ветка их начинает затенять. Можно, конечно, промежуточно вот так ее сделать, но она же все равно с листьями опустится. И вот это начнет сохнуть, как множество мелочевки, которые мы уже отпилили. Поэтому я ее убираю полностью. Дальше тут вот надо хвататься за кроволол. Особенно мне. Вообще хорошо, что мы это все пишем на видео. У меня, по крайней мере, владельцы сада посмотрят наш с тобой выпуск, и мне не придется просто здесь краснеть и мне саму пить кроволол. Смотри, тут шикарная ветка, густая, много побегов. Заложилось пока мало, в будущем больше, заложилось много мелких почек побегов. Но это раз дерево отдельное, вот это два дерева отдельное. Чтобы совсем дыру на лето не делать, я как раз перевожу на боковую. То есть ветка была вот так, на себя перетягивает питание, эти лысеют. В будущем придется убрать вот эту ветку, потому что тут что-нибудь обязательно проснется, вот из этой веточки мелочевка вырастет, проснется, чтобы затягивалась. Более того, вот тут когда-то была ветка, так как мы сейчас даем сюда свет, отсюда проснется почка, отсюда, отсюда, даже вот из этих всех сухих казалось бы мест проснется. Дальше идем чуть выше. Казалось бы, все, вот прочистили, продолжаем. Вот мощная ветка. Тут когда-то была отсохла, потому что все силы перешли вот на этот побег. Уже отдельная такая крона выросла. То есть вот как она сбоку выглядит. То есть это уже отдельное дерево в дереве выросло. и я сейчас ее начну тоже уменьшать. То есть я ее прямо вот так вот срежу. У нас тут опять открылось солнце. То есть вот у нас было отдельное дерево. И тут ничего не растет, потому что зачем тут чему-то расти, если тут уже есть. Мы ее убрали. Открывается свет. И вот это все за этот уже за этот год, никогда там через пять лет. Вот это начнет заполняться новыми побегами. И далее мы начинаем переводить на боковые побеги. Попутно, конечно, удаляя что-то еще из сухого. В данном случае может быть не очень понятно, где там у нас центральный вот этот проводник. Его тут уже давно нету. То есть когда-то веточка была, она отсохла. Сейчас у нас фактически центральная такая вот кривая, уходящая в сторону ветка. Пусть она тут остается в следующем году, через сезон, через два обязательно тут что-нибудь проснется, потому что мы даем внутрь свет, уводя на боковые ветки вот эти верхушки. Так. Вот у нас повреждения, даже кора отошла. липо дерево живучее, поэтому кору эту мертвую я могу подрезать. У нас сейчас получается множество верхушек, пока их в таком виде можно оставить, пусть тут будет несколько верхушек, потому что уже на данном этапе свет попадает внутрь кроны, вот это все начнет обрастать, прирост будет очень мощный. Из будущих приростов можно будет через несколько сезонов сформировать такой практически единый ствол. Он не обязательно будет идеально ровным, он может быть и под наклоном. Он будет. Так. Леш, я тебя призываю спускаться и поговорить со мной о стратегии формирующей обрезки для лип и в соседстве с нашей живой изглезью из ели. Наша стратегия будет сейчас в том, что мы их немножко разъединим. Вот эту сторону лип клиент не видит, и мы ее не видим, она нам по сути тут вот эта форма не нужна, потому что это будет ель, это липа. Мы ее можем срезать минимум сантиметров на 30, то есть вот вот столько мы спокойно можем отрезать, причем немножко по трапеции, заостряя к верхушке липу. Тем самым мы дадим сюда свет вниз, вниз, елка не будет лысеть, липа будет дополнительные побеги давать мелкие на нижних ярусах, и ель, в свою очередь мы тоже, только чуть попозже, не сегодня, сейчас еще рановато для обрезки елки, тоже прям берем направляющую, ну, как секатор я уже показывал на тех липах, также берем направляющую и под углом на конус застригаем эти ели, вот, таким образом свет попадает на нижнюю часть кроны, и она не лысеет в будущем, то есть тут все время такой остается коридор. И у нас кстати есть расстояние между гортензиями и елями, ну, потому что сейчас точно кто-то скажет, как же, о чем вы говорите, как попадет сюда свет, если у вас подбивка из гортензии, у нас есть технический проход между массивом из гортензии и еля. Нам надо переместиться теперь между живой изгородью и забором с соседом. так, мы заходим в проход выползаем секретный проход технический так, что мы тут видим забор соседа живой изгородь огромное спасибо Марии за то, что она оставила большое пространство между забором и живой изгородью, потому что так будет удобно ее обслуживать. Не как Кристи Крабс вот эту вот. Да, потому что боком тут просто не проползти. И соседи тоже, ребята, молодцы, они оставили запас для своей живой изгороди. Вот. Что нам это дает? Что елка, что туя у нас разрастаются. Если мы их не будем стричь, буквально за 2-3 года они сюда дорастут до забора. С той стороны мы их стрижем, а дерево куда будет расти? Там, где ему не мешают. Там мы все время подрезаем, тут им никто не мешает, они врастают в этот забор. Тут у нас получается такой дремучий лес. Сохнет, болеет, заводятся не только полезные птички с гнездами, а просто начинает все гнить. И при этом там это все будет оголяться. А там это все будет лысеть, потому что весь свет тут. Типа почему? Потому что тут все заросло. Тут у нас проход это технически есть, но мы его еще чуть расширим. Также возьмем направляющую и снизу вверх на трапецию зарежем. То есть снизу практически не тронем, а сверху нам придется отрезать до сантиметров так 10-15. То есть реально берем палку направляющую, но нету кривую, секатор или брусок, и зарезаем на конус. Таким образом больше света попадает, нижняя часть и с этой стороны не лысеет, юбка у ели или у любой другой живой изгороди. С той стороны мы также стрижем на конус и равномерно при этом утолщается ствол и при этом равномерно зеленая изгородь снизу и доверху. Леш, такой бывает иногда вопрос от зрителей. А что вы будете делать с этой живой изгородью, когда здесь у этих елей вот такие вот стволы, вот такие вот стволы образуются? Постоянная стрижка даже раз в сезон замедляет рост, в том числе и корневой и в том числе и ствол не так быстро утолщается, как в природе, когда мы не мешаем. Когда они у нас станут как фонарные столбы, это нам не помешает, потому что хотя бы раз в два в три года, ладно, не в два в три года, это часто, раз в лет в пять, в шесть всего лишь придется прорезать, как и в липах, сделать санитарную обрезку, формирующую такую структурную внутри елок. Так что да, пусть утолщаются, наша задача, чтобы постоянно образовывались новые побеги и загущали изгородь, поэтому ничего страшного не будет. Но при этом очень важно отметить, что Алексей сравнил ствол в перспективе с фонарным столбом, не вот с таким вот деревом в обхвате, потому что такого ствола мы никогда не получим, сдерживая живую изгородь на высоте порядка 3-4 метров мы вот такой ствол не получим никогда. И ты сейчас очень важную вещь сказал про то, что регулярная стрижка ограничивает в том числе и корректирует рост корневой системы. Очень часто слышу вопрос, как вы могли так близко посадить ель к дому, ведь она своими корнями разрушит фундамент дома. Что ты скажешь на это? Мы не доживем. Когда она корнями под двумя-тремя слоями бетона дойдет до фундамента дома. А ты вообще в это веришь? Что при том, как мы ее будем жестко сдерживать, она корнями сильными, мощными, большими сможет вообще дойти? Вообще есть уже зачем? Видел варианты, когда дуб просто свободно растущий, которому никто не мешает, с кроной метров так под 15 и со стволом там в обхвате, руками не обхватить, да, поднимает асфальт с бетоном. Такое я видел. Ну, то есть лет через 250-300 у нас дорожки пострадают, придется переделывать. По гарантии. Леша шутит. На самом деле речь же о свободно растущем дубе было, когда мы сдерживаем постоянно такую формовку и ель, и мы не получим высокие растения с большой парусностью, это значит, что дереву нет смысла тратить силы на сильное укоренение. Корневая будет сдерживаться стрижкой, то есть дереву не потребуется огромной кроны, потому что у него, ну, в смысле, дереву не потребуется широкой большой корневой системой, потому что у него достаточно компактная крона. И иногда нужно, наоборот, отпустить изгородь в стороны, если она не гранична с какими заборами. Например, если очень сильно зарезать ту же липу в живой изгороди, в какой-то момент будет очень толстый ствол, можно будет к нему подойти, она будет шататься, как палочка, потому что мы все время режем ветки, и она все время работает только на восстановление кроны, а корневая не разрастается. В данном случае как раз надо немножко дать отпустить крону, чтобы разрослась корневая. Здорово. Вот, видите? В общем, если коротко, растения очень умные. Они не будут тратить напрасно свои силы, просто потому, что мы так думаем, или у нас есть такой стереотип, нет. то, что они переплетутся под землей с соседскими туями, ну, пусть переплетаются, они как-нибудь, думаю, решат вопрос. А надо будет, и что ель, что липы, в этом плане очень удобные растения, их можно будет достаточно сильно в будущем зарезать. Ну, например, пять лет не было ухода, елка вот сюда выросла, можно спокойно приехать, будет через пять лет и эти вот полметра отрезать. Да, она будет лысая и через сезон заложатся новые почки и она тут через пару лет также восстановится. В этом плане, что липы, что ель, удачное решение. Я предлагаю вернуться к вопросу, ты обещала крону подровнять у липы и показать сверху, как это будет. не жалеем вот такие свисающие ветки, потому что в будущем они отсохнут. Ты сканируешь по факту каждую ветку, которую ты видишь? Да, я смотрю каждую ветку, но я на ней не останавливаю и сухую по факту отрезаю. Где-то оставляю даже пенечки, потому что на них могут еще проснуться ветки. Леша, сколько примерно времени может понадобиться на проработку одной такой липы? Тебе? Я думаю, если спокойненько не отвлекаясь, то например, там полчаса, может даже меньше. Липы более взрослые могут потребовать каждые там 40-50 минут. это там уже 50-60 лет огромные кубы и их никогда там лет 10 например не прорабатывали внутри, а только вот забривали снаружи, на каждую может уйти там и полтора часа. Но все зависит от размера дерева. Тут вот если не отвлекаться, можно достаточно быстро сделать. Я не буду тебя отвлекать. и теперь можно на таймлапсе поставить и Леша так тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Там можно будет отходить, что там большие, можно будет откадрировать. Я дальше вот так поближе сделаю. Вот. Предварительно бригада прочистила несколько лип. Я залез уже более детально проработал. Сколько? Вот ты спрашивала, сколько уходит на одно дерево? Грубо. На это дерево уходит минут 15-20, пока вот оно такое молоденькое. И если в первые же годы после посадки, там, на второй-третий год после посадки начинать такую формировку, проработку, то в будущем будет уходить гораздо меньше времени. То есть не надо запускать вот эти посадки на 5-6 лет, застригая их только по периметру сверху, потому что потом будет сложнее. Сейчас все свободно. Когда ствол окрепнет, можно будет сюда с обычной стремянкой залезать, прямо вот становиться ногами в крону, спокойненько тут стоять, когда будет покрепче, и уже спокойненько тут все прорезать. Если сейчас вот такие вот липы запустить на 10 лет вперед и не трогать их и только резать сверху, вот так нам не получится залезть и будет как вот с той липой первой, которую резали для примера, которая еще не тронутая. Она, кстати, более запущенная, чем эта. И ты еще сказал, что когда садовник наверх забирается на стремянку, сверху Когда человек забирается именно внутрь кроны и смотрит на нее сверху, и еще лучше видны вот эти вот ярусы. Снизу из-за тени, из-за там солнца, освещения, неважно, мы этого не видим. А когда мы сверху, мы уже начинаем видеть вот эти вот веточки, они как по полочкам разложены. И сверху можно отрезать еще то, что снизу нам казалось, что нужно оставить. Ну, например, вот этот сучок я снизу не видел, тут была ветка мощная. И я ее прирезал, оставил вот такой сучок, из него могут проснуться спящие почки, скорее всего, и проснуться. И тут будет зарастать уже новая такая вот крона. Сейчас крона свободная, такая воздушная, она кажется лысой. для клиента может быть это непривычно. Примерно в конце мая, в начале июня, чуть позже, чем остальные липы, проснется огромное количество спящих почек. За счет попадающего сюда солнечного света начнет нарастать вот эта мелочевка и загущаться крона, из которой в будущем можно будет как раз летом застригать уже такую жирную монолитную крону. Смотри, получается, в этот раз мы проработали внутри крону, плюс внутри, снаружи, по высоте еще сделаем финал. Сегодня мы тоже это все формуем по периметру, высота, полностью все грани, кроме тех, которые там срастаются. То есть мы их не формируем, мы их именно прорабатываем. И следующая стрижка формовочная у нас будет получается в каком месяце? Так как мы сейчас срезали большую массу, почек у нас осталось не так много нетронутых. Еще отрежу. Почек у нас осталось немного. Они, эти почки, как и все липы, проснутся вовремя. Например, конец апреля, начало мая, так как по погоде будет. Те места, которые у нас пустые, с большими срезами почки, тут начнут просыпаться где-то с начала середины июня. То есть, вот этот массовый прирост будет где-то июнь-июль. И в июле мы уже приходим со стремянками с мотоножницами и застригаем уже по свежему приросту, оставляя небольшой такой, ну, не застригаем прямо ровно срез в срез, как мы сделали весной. От него, например, выстрелила веточка на 15 сантиметров, оставляем 5-10 сантиметров. Потому что, если мы начнем застригать вровень, я вот на примере этой ветки покажу, если мы начнем мотоножницами в течение сезона стричь все время по одной и той же точке, ну, например, машинками прошлись, у нас начнет закладываться огромное количество в этом месте почек. Получим тот самый поларт, когда при обрезке на одной точке каждый год закладывается большое количество почек. И получается все силы дерево будет тратить только на эти почки. Они будут сверху пушистые, там массу давать, а снизу зачем, если у него вся листва и тысячи почек все наверху. Поэтому, когда стрижем, чуть-чуть отступаем. Ну, например, сейчас вот у нас вот так, допустим, вот эта вот верхушка ровненькая. Не надо застригать ее прям вровень. Отросло, где-нибудь тут прирезать. Лучше в следующем году или через там пару сезонов там полностью обновить эту ветку на новую там свежую жирную перевести. Вот веточку такой побег. И у нас каждый год получается будет оставаться множество таких вот одиноких веточек, которые будут равномерно давать нам картинку. Вот это пушистые кроны. К этому стремимся. Спасибо тебе, Чтобы внутри было все пусто практически, а снаружи множество вот этих мелких побегов. И для этого нам надо много чего изнутри вырезать и сформировать все вот такими полочками, ярусами. Практически как полочками, по возможности. Каждое дерево уникальное, поэтому как по книжке может не получиться. Спасибо тебе огромное, что ты к нам приехал и по полочкам разложил все наши липы. Пожалуйста. С нами был Алексей Соловьев и Мария Курдбаева. Всем чудесных выходных. Пока-пока. До свидания. Это было хорошо. Что, пойдем бересклет покрымсаем? Стратегию, да, стратегию стрижки бересклета. Ааа. Продолжение следует...